Сейчас в объявлении для зрителей у нас приготовлен еще небольшой сюрприз. Кто бы внимательно читал анонс до конца, то садитесь. Сюрприз заключается в еще одной подводке, которая к нам приехала в тюрьм. Пишите представить вам художницу. Зовут ее Юзель Амирова. Она сангиди-бурга. И она занимается необычайным творчеством. Причем по-другому субтитринского творчества. Который возглавляет ее на создание вот таких вот необыкновенных вещей, методов созданий. И пожалуйста, Юзель вам расскажет о своем творчестве. На самом деле очень сложно выступать после такого концерта. Я в таком мандраже нахожусь. Не потому что выступать, а потому что музыка, исполнение наполняет какими-то вот такими вибрациями. Просто ощущаешь себя раскрытым инструментом, которые раскрыли все струны, на них поиграли. Еще продолжаешь находиться в этих вибрациях. Но на самом деле на протяжении 10 лет, как я занимаюсь эко-арт-ресайклом, как обычно во всех эко-фестивалях и выставках, я рассказываю экологическую сторону, что я призываю своим творчеством к ответственному и экологическому отношению, к тому, что выброшенная бутылка – это не мусор, а просто сырье. Но закрытая сторона моего творчества, так как я всегда в уединении создаю, и всегда под музыку, и в большей степени именно под великую музыку Николая Андреевича Рыбского-Корсакова. И я, конечно, сливаюсь с его великой музыкой, даже с восстановлением вот этих раскрытых струн, вот этих вибраций. И даже в таком уединенном нашем коллективе сегодня могу себе позволить высказать, что делаю не я вот это все творчество, а делаю вот это поле, которое создается во время звучания этих произведений, потому что, ну, действительно, его опера – это что-то потрясающее. Я приехала в тихий первый раз и прогуливаясь здесь по набережной, стоя возле его дома, хотела увидеть мир глазами его, вот этого ребенка, который вот видел вот эту природу, эту речку, этот монастырь, это солнце, что, как это все влияло на этого человека, что он мог создавать такие шедевры невероятные, которые, ну, настолько его произведения глубокие и по музыкальному своему содержанию, и по философскому, и по связи с природой, как он передал через музыку вот этих вот, и мы это чувствуем через музыку, связь с природой, и духовность, просто что-то невероятное. Поэтому я привезла несколько своих работ сюда, на выставку, в Трифе, ваше, можете туда и посмотреть, там как раз они из «Снегурочки» «Весна краснава», вы ее увидите, она как раз вам выставлена, и другие какие-то цветочные композиции, вот если вы другом немножко посмотрите на них, с точки зрения, ну, знаете, вот «Посадко», да, вот как там морскую глубину передать через музыку, да, как передать вот этот мир погодный. Я знаю, что он был в круглосветном путешествии, но что он глядел, что творится на дне морском, и чувствовал это, и передал через звуки, это потрясающе. Вот, и мое творчество, все пронизано, в большей степени, именно вот его музыкой, именно вот этой фантастичностью, именно прикосновением с чем-то вот этим потусторонним, о чем мы, люди, может быть, и не знаем, мы всегда это что-то чувствуем, поэтому тянемся и с этим соприкасаемся. И одна из моих любимейших опера, это опера «Снегурочка», я привезла вот эту работу специально для вас, потому что вот этот образ «Снегурочка» — это сделано полностью только из пакетов, вот она, ну, именно техника, я знаю, что «Снегурочка» много кто делает, но вот моя «Снегурочка», она уникальна тем, что вот этот материал вроде как, ну, пакеты и пакеты, да, а он трансформировался в образ, так же, как и сам образ «Снегурочки», это же вот эта трансформация внутренняя из девочки в женщины, а также, вот хочу, можно вас попросить или вас попросить? Вот, примерец, вот этот венок и вот этот венок, это диалог… Это диалог весны и в ночь в тот момент, когда она просит маму, мучить ее любви, и вот это вот, я считаю, важные моменты, когда происходит вот такое раскрытие, сакральное такое раскрытие трансформации из девочки в женщину с помощью вот этой вот передачи силы женской, энергетической, и там же все именно музыка, так помните, вот в Италии, она такая немножечко трансовая, да, слова-то такое-то непонятное, какие-то весенники привезут в свои плани, кладбыши, цветочки, слова непонятные, а вот музыка, музыка именно передает вот это вот состояние, когда, ну, собственно, выдерживается, когда вот девочка через образные, ну, как бы вот цветы, не столько, не цветы же сделали, ее раскрыли, а вот именно вот эта вот энергетика, которая вот перешла от матери, к дочери, раскрыла мне сердце, трансформировала ее, и она стала, ну, готова любить. Вот через эти кокошники я хотела передать вам вот это вот. Вот. Благодарю вас большое за то, что дали мне возможность выразить свое благодатье с Николайом Ильичем. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, это такая нежданная совершенно встреча, знакомство с вами было, и вот когда мне Юленька сообщила о такой замечательной вашей идее, идее воплощенной, воплощенной степени, я думаю, для вас это тоже вот особенное такое совпадение, и я очень рада, что вы приехали сюда, тем более это первая встреча с Тихвином, с Домом, вот с этим замечательным концертом. Да, еще и станцию. В общем, все сошлось. И спасибо за такую Снегурочку. Я хочу вам сказать, что вот вы совершенно правильно сказали, Снегурочек много. Дело в том, что кроме своей такой традиционной эмиссии, музей, любой, в частности наш, еще осуществляют такую музейную педагогию, деятельность, которая известна более для школьников, школьников, которых мы ежедневно встречаем, принимаем, проводим не экскурсии, нет, а музейные занятия хватой или иной теми. И, конечно, это в первую очередь Римский Корсаков как композитор-сказочник. Мы знакомим детей с операми, с операми-сказками. То есть для детей это понятно, это правильно. И когда заканчиваются такие занятия, им предлагается создать свою Снегурочку. Мы устраиваем самые выставки Снегурочкой десятки. И, да, Снегурочки вот в таких, они в самовыражении, дети делают самостоятельно или с родителями. И вот еще одна такая Снегурочка в этой коллекции появится. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...